Всем привет! Это первый видеоурок по созданию RTS на Unity 3D. На протяжении 8-9 видеоуроков мы рассмотрим создание вот такой вот сцены с выделением юнитов, их перемещением, движением камеры и прочим. Сейчас мы рассмотрим именно скрипт, отвечающий за движение и зум камеры. Собственно, приступим. Сначала надо объявить переменные, отвечающие за скорость зума, флот, позицию на точке под камерой. Сейчас я объясню, вот зарисовка в фотошопе, зачем нам нужна эта переменная. Есть скрипт, вот кусок скрипта у нас будет примерно так действовать. Сейчас нарисуем. К примеру, это наш тероин. Вот он плоский. Вот наша камера. Так, большую. Слишком. Представим, что это наша камера. Я отлично рисую. Вот. При движении камеры туда-сюда, в принципе, никаких помех не будет, ничего, все будет нормально, например, вправо-влево. Но если, например, тероин будет изогнут, как-нибудь вот так, там всякие штыри, то при движении камеры она просто будет двигаться. И мы, как бы, и будем не замечать многих вот таких вот изгибов. Поэтому мы сделаем кусок скрипта, который будет отвечать за такой плавный переход. Например, вот камера идет, идет, бац, возвышенность, она поднялась, подстроилась, опять подстроилась, опустилась, подстроилась, опустилась. Так вот, в этой переменной, sharpness, нет, как же она у нас, camera position будет храниться расстояние от вот этой вот точки верхней под камеры. То есть она всегда будет на 80 отсюда, вот на 80 от этой точки. И вот так вот. Ну, думаю, вы поняли. Собственно, приступим. Она у меня, по идее, 10. Ну, это не столь важно. Так, еще надо объявить две перемены, типа нет camera zoom max и camera zoom min. Эти перемены отвечают за максимальное отдаление, приближение камеры к тероину. Потом надо camera speed, которая отвечает, естественно, за скорость, raycast hit, типа raycast hit переменной, хит, которая будет отвечать, в которой будет храниться информация об объекте, в который попал raycast. Об этом позже. Вот, еще хочу предупредить, вот это вот, пока не замечаете, эти строки. Они нам пригодятся, когда мы будем писать, когда будет второй видеоурок, мы будем писать script mail state. Пока вот на вот эту строчку не обращайте внимания, и на вот эту. И дальше там еще одна будет, я предупрежу. В методе update мы постоянно будем опрашивать две функции, точнее, вызывать два метода. Camera height position и Camera wide position. Вот этот метод у нас отвечает как раз-таки за подстройку и за zoom. А вот этот вот за передвижение камеры. Вот, да, вот эту строчку тоже не записывайте в блоке if. Точнее, вот этого. Сначала рассмотрим метод Camera height position. Сначала определяем вектор 3 direction ray. Создаем переменную вектор 3 direction ray, которая будет хранить у нас направление для raycast. В нашем случае это вектор 3 forward. Потом отправляем raycast с нашей позиции, в направлении, как раз в котором мы тут задали. Всю информацию об объекте, в который попали, записываем в переменную hit, которую тут объявили. И стреляем raycast там на расстояние в 100. В 100 юнитов. В юните это 100 метров как раз-таки. Если наш raycast попал и у объекта тег тироин, мы проверяем, если дистанция до тироина меньше, чем наша позиция камеры, точнее, определенная в camera position. Например, вот так вот как раз мы определяем то, что у нас изгиб. Так, где Photoshop. Например, вот мы стреляем raycast. У нас, например, 8, вот, y координаты. У нас камера, например, на 10 поднята. Мы стреляем raycast, и до точки, в которой попал raycast, например, всего 8 метров. И вот так мы определили то, что тут возвышенность. Мы отнимаем от наших 10 вот этот вот дистанцию. У нас получается как раз 2 возвышенности. Мы прибавляем камеру, и она поднимается. Как это реализовано, сейчас покажу. Вот как раз-таки мы определили. Оп, она у нас возвышенность. Мы создали, вот, прибавили к трансформу позишену нашему новый вектор 3, который мы создали. 0 по x, 0 по z. Но в y, вот видите, мы отнимаем от камеры позишн, которую задали, дистанцию до точки. Как раз у нас получается что-то вот как раз вот. 8 отняли, у нас было 10. 2 это 2 метра возвышенность. И подняли на столько. У нас как бы вот так скольжение по возвышенности пошло. Тут то же самое, но тут проверяем, если дистанция больше, чем камера позишн, то есть у нас падинка. Мы отпустили камеру немножко. Практически идентично, что тут, только немножко по-другому. Думаю, вот здесь мы разобрались. Дальше у нас идет скролл, ой, зум. Зум мы проверяем, если колесико мыши мы дернули. Вот, можете даже по комментариям все понять. И нам позволяет зум. То есть мы достаточно, ну, то есть мы еще не до максимума отдалились от камеры. Ой, от тироина. Мы прибавляем к позиции камера. Вот тут внимательно. Мы не к самой камере, точнее, трансформ позишн обращаемся и поднимаем, опускаем. А мы переменной камера позишн, мы задаем, сколько мы должны от земли держаться. Чтобы потом опять же скользить. Ну, думаю, понятно. Прибавляем 2 умноженное на шарикный зум на нашей скорости и умноженное на тайм-дельта-тайм. Получается что-то типа плавности. И также прибавляем к скорости. То есть, когда мы отдаляемся, камера начинается быстрее, а когда приближаемся, камера начинает двигаться медленнее. Это для того, что, когда мы слишком сильно приближаемся, если скорость не меняет камера, начнет очень резко двигаться. Тут то же самое, только когда колесико вот как раз таки от себя двигаем. И мы еще недостаточно сильно приблизились, нам позволяет переменная camera.zoom.exe. Мы отнимаем от позиции камеры 2 умноженное на шарикный зум, умноженное на тайм-дельта-тайм. Как раз таки у нас получается приближение. И вот отнимаем от скорости, чтобы камера начала медленнее, но в сцене это будет незаметно. Такое ощущение, как будто камера всегда с одной скоростью двигается. Думаю, с методом camera.hate.position мы разобрались. Перейдем к методу camera.white.position. Вот, как я говорил, эту строчку мы не считаем. Можете просто ее даже не записывать или поставить в комментарий. И все, вот, этот блок будет выполняться, но без проверки. Вот, у нас сейчас я такой метод применяю. Вот, для того, чтобы было понятнее, я сделал вывод print input mouse position. А, вот у нас mouse position. Сейчас у нас в debug log будет выдаваться позиция камеры, ой, мыши. Смотрите, нам сейчас надо сделать, вот, смотрите на координаты x. Так, у меня появилась мышка. Нам сейчас надо сделать, чтобы вот, когда, вот, мы видите, меньше 20, когда вот мы сюда сдвигаемся, позиции мыши. Когда, вот, получаем позицию всю экрана, точнее, ширину, отнимаем 20, и у нас как раз получается вот эта зона. И так же с y. Сейчас я покажу, как это сделал. Вот, если по x, позиция, позиция, вот, стрелочки мыши меньше 20, как раз вот эта зона, то мы сдвигаем камеру сюда. Вот, мы создаем новый вект 3, по x camera speed, отнимаем transform position. Этот скрипт, как будет на камере, камера сдвинется сюда. Тут мы делаем примерно так же. Только мы получаем всю ширину экрана, отнимаем 10, вот. И если по x, позиция стрелочки мыши больше, чем позиция экрана минус 10, то получается она у нас здесь есть, то мы сдвигаемся, соответственно, сюда. Здесь я выделил это фигурными скобками. Или, а, нет, это не фигурные, это просто круглые скобки, чтобы было понятнее, читаем и код. Разницы нет. А тут то же самое, только с y. То есть 20, а, нет, 20. Вот, просто 20. Тут высота минус 10. Вот тут у нас. Думаю, скрипт не очень сложный, и при должном внимании поднять его нетрудно. В следующем видеоуроке мы рассмотрим класс mouseState. До скорых встреч!